Музей козла в Твери, открывшийся около двух лет назад, вновь бросает вызов стереотипам, что рогатое животное вовсе не символ чего-то обидного и нехорошего, а наоборот веселья, успеха и процветания. Здесь открылась выставка так называемых козлоредкостей вещей, которые когда-то могли быть совершенно обычными, но сегодня стали уникальными. Просто потому, что все созданы в разное время, в разных уголках планеты, но все изображают козла. Это, например, настенный образ с загнутыми рогами, это Армения 70-е годы, например, 20 века. Или, например, это замечательный козлик, дивный совершенно, ручной работы, который подарила девушка своему крестному. О каждом предмете, а их здесь 230, можно рассказать удивительную историю. Вот, например, эта скульптура когда-то являлась экспонатом выставки на открытии Эйфелева башни в Париже. Они напоминают нам о той стране, которую, как говорил Санислав Говорухин, мы потеряли. Российской империи нет уже сто лет, а вот экспонат сохранен и теперь украшает музей в Твери. Некоторые предметы представляют собой историческую ценность и были куплены в антикварных магазинах и на плашиных рынках, а другие подарены прежними владельцами. Долго-долго где-нибудь на серванте пылился какой-нибудь козлик, и человек посетил наш музей и говорит, что, знаете, его нужно привезти в стадо. Стадо Владимира Лавренова уже совсем скоро будет насчитывать 5000 голов. На данный момент это самая большая коллекция козлов в мире. И не случайно она находится в Твери, одним из символов которой как раз и является рогатое животное. По мнению директора музея, статуэтку с козлом, магнит, да что угодно нужно обязательно иметь в каждом доме. Всегда козел к деньгам, и кроме того, козел всегда к новым неожиданным встречам.